SCP-007. Планета в животе. Класс объекта Евклид. Особые условия содержания. SCP-007 должен быть помещен в опечатанное помещение размером 10х10х10 метров. Комната должна быть удобно мобилирована, как жилая площадь. Также следует предоставить любые предметы, запрошенные, именуемые в дальнейшем субъект. Учитывая, что предоставленные предметы не нарушают условия безопасности, субъекту не разрешается выходить из комнаты. В случае необходимости он должен быть задержан с применением силы. Описание. SCP-007 находится в брюшной полости субъекта. Субъект – это мужчина-европеец, возрастом оценочно 25 лет. Субъект утверждает, что ему 28. И ростом 176 см. Большая часть брюшной полости субъекта, мышцы, кожи и органы отсутствуют, хотя субъект утверждает, что он не страдает от этого. Вместо нормальной плоти присутствует сфера, состоящая из почвы и воды, нигде не соприкасающаяся с телом субъекта. Сфера, как представляется во многих отношениях, представляет собой миниатюрный дубликат Земли, примерно 60 см в диаметре. Хотя расположение континентов не согласуется с каким-либо известным в истории Земли. Сфера имеет свои погодные явления и незначительное тяготение, в дополнение к населяющим ее микроскопическим организмам, несколько схожими с таковыми на современной Земле. Наблюдаются два разумных вида, хотя контакты и связь с любыми из них до сих пор не установлены. Уровень технологий наблюдаемых видов должен проверяться, по крайней мере, раз в неделю, а с... Он примерно равен таковому на Земле в 15 веке. Субъект утверждает, что его зовут, но ни одной записи о таком лице не найдено. Субъект не утверждает, субъект не нуждается в воде и пище. И хотя известные случаи потреблений и того, и другого, неизвестно, что происходит с этими веществами после того, как он их проглотит. Субъект разумен. IQ был оценен в 128. И вежлив. Не считает планету в животе чем-то особенным. Загадочным. Субъект, кажется, не испытывает стресса из-за своего необычного состояния. На вопрос о происхождении планеты субъект ответил, «Я просто проснулся в один прекрасный день, и это уже было. Я понятия не имею, как это случилось». Субъект предоставил номер социального страхования и номер водительского удостоверения и попросил об их проверке среди известных записей. В результате проверки выяснилось, что они не были выданы. Доктор еженедельно играет в шахматы, с субъектом. В ходе игры оценивает психическое здоровье субъекта. Доктор сообщает, что субъект не отяготится ограниченными условиями жизни. И до сих пор не предпринимал попыток к бегству. И не проявлял признаков насилия или психического заболевания. Хотя он неоднократно обращался с просьбой о компьютере с подключением к интернету. Рекомендуется не предоставлять этого в связи с опасностью использования для нарушений безопасности. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...